Возлюбленные, сегодня хочу поговорить с вами о том, каким образом мы принимаем важные решения в нашей жизни. Я знаю, что каждый человек вынужден в жизни принимать множество решений. Некоторые из них кажутся такими обыденными, естественными, мы даже не задумываемся. Мы просто делаем, потом поворот какой-то, мы поворачиваем, мы движемся дальше и плывем просто по течению и все. Но есть другие решения, важные решения, которые мы думаем, обдумываем и принимаем. Решения о переезде, решения о смене работы, решения о перемене в специальности, о том, чтобы Бог дал ребенка, завести ребенка. И много других решений, жизненно важных решений. Я хочу сказать, что мы с женой согласились, что мы прежде всего будем молиться вместе об этом. Это на первое место мы ставим, что мы в единстве в молитве ищем Бога. И не просто ищем Бога в этом решении, а ищем Его волю. Потому что в первом псалме написано о том, что только тот человек, у которого воля Его в законе Божьем, только тот человек будет блаженным. Это означает, что мы не просто хотим сделать, что нам выглядит лучше, но важнейший вопрос. Боже, а что Ты думаешь об этом? Каковы Твои мысли? Какова Твоя воля? И есть ли воля Твоя в том, чтобы мы делали то или другое? И потом на третьем месте мы также смотрим на состояние нашего Духа, на то, есть ли мир в сердце нашем. Апостол Павел говорит в послании Колоссянам, что мир должен владычествовать в сердце нашем. Другими словами, если я начинаю думать о каком-то решении, и я теряю мир, я чувствую, что у меня с Богом напряжение, у меня нет комфорта внутри, в моем внутреннем мире. Очень часто Бог говорит именно через внутреннее состояние мира. Поэтому эти три момента для меня являются ключевым в принятии решения. Хочу сказать, что все же важнее всего – это воля Божия. Вы скажете, ну а каков мир мог быть у Иисуса перед страданиями, когда Он говорил, «Отче, не моя воля пусть будет, но твоя». Да, действительно, было очень напряжено, но я уверен, что у Него был мир в Его отношении с Отцом Небесным. Тело Его, душа Его скорбела смертельно, и Он понимал, что произойдет, но мир был у Него с Отцом Небесным в том, что Он делал. И Он сказал, «Не моя воля пусть будет, но твоя». Молюсь, чтобы Господь благословил вас. Если вы сейчас в стадии принятия решений, разные сезоны бывают в жизни, ищите мира с Богом, ищите Его волю. И последний текст, который хочу дать перед тем, как буду молиться, написано, «Ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, все остальное приложится вам». Поэтому всякое решение проверяйте через эту призму, а это угодно Богу, это Царство Божие или нет. Если да, Господь вам все даст и приложит вам все. Отец Небесный, я молюсь о том человеке, кто смотрит меня прямо сейчас. И я прошу Тебя, Господь, если они в стадии принятия решения, пусть Твоя воля будет на первом месте, пусть будет единство, Господь, между супругами. И я прошу Тебя также о том, чтобы мир, который превыше всякого ума, был свидетельством того, что они поступают правильно. Пусть Бог благословит и пусть Бог даст Тебе принимать правильные решения.